Продолжение следует... Продолжение следует... Никто, все студенты, никто не покупал машины. Пару человек, да? Так вот, может быть, вы инженер? Нет. А вы думаете о машине? Вы думаете о двигателе, о лошадиных силах? Может быть, соотношение топлива и расстояние цены? И там такие вещи, да, мышление левой стороной мозга просчитать, математическая формула, какие хорошие машины, какие хорошие соотношения, безопасность. Но когда видишь машину в торговом зале, вас интересует правая сторона, красивая, замечательная, цвет как подходит. Какие там девушки, ну, это тебя может интересовать, что? Свет, да? Вот это эмоции, это чувства, которые могут пробуждаться в вас, когда смотрите на продукт, который действительно позволяет нам принять правильное решение. И вот это действительно простота за сложностью машина. Это сложнейший аппарат. Каждая. Для того, чтобы управлять системами машины, современная, где-то 12 компьютеров, когда устанавливаются. Мы смотрим на машину, мы не думаем о компьютерах, мы думаем о том, как проехаться в ней. Будет ли замечательное такое чувство, достаточно ли быстро она проедет по шоссе. Если можно здесь снять крышу и проехать кабриолетом, это опыт ветра. Мы об этом думаем. И поэтому величайшие продукты, они имеют какое-то такое волшебство, чувство вызывают в пользователей. И это то, что нужно сделать. Можете ли вы сделать так, чтобы люди влюбились в тот продукт, который они будут использовать? Если да, то вы успешно произвели этот товар. Одна из вещей, которую мы обсуждали сегодня в УПРО, это вы не рассказываете по странам, сколько в Линкене. 225 миллионов в Линкене сегодня есть 225 миллионов в Линкене. Если смотреть по профессионалам по всему миру, всего профессионала в мире 600 миллионов. Он считает, что работников белых воротничков, специалистов, таких вот в мире 630. И у вас третья часть в Линкене. А сколько из них студенты? Студенты, да, скажу. Люди, которые учатся в университетах, только закончили год. То есть последний год, три, вы закончили учебное заведение. Это самое быстро растущее население. Сколько из вас на Линкене? Ну как, присоединяйтесь, если кому надо. Удивительно. Мы говорим о том, как мир меняется технологиями. Так вот, профиль на Линке, это то, что... Мобильный Линк, кто из вас использует мобильные Линты? Не так много на данный момент. Хороший человек. Так вот, мы немножко раньше в отеле встречались с инвесторами. Извините. С специалистами IT индустрии. Из них половина, больше половины подняли руку. Когда мы спросили, кто использует мобильный Линк, кто использует только мобильный, тут такие тоже были. Итак, предложение на мобильной платформе, в отличие от PC. Мы совершенно другую запустили программу. Я запускал мобильный бизнес Google в 2005 году. И работал в команде, которые создали вот эту мобильную платформу для Google. Так что я работал в мобильном направлении больше, чем 8 лет. И развитие мобильных платформ, это не трансформация компьютерной версии. Сжимать ее в трехдюймовый экран. Нужно понять действительно, что пользователю нужно в их мобильном устройстве. Когда продумаете, что они делают с мобильным телефоном, то, наверное, большая часть вас в комнате использует свое мобильное устройство. Но не так, как компьютер. Например, два часа. И не подряд, но все время. А вот вы два часа используете, но по две, по пять минут подряд. Может, в перерывах, когда кофе пьете или за обедом, вы что-то проверите на мобильном телефоне. То есть, что это означает? Это что приложение, которое создает в себя мобильное устройство, должно быть такими, которые выполняют полное задание за эти две-пять минут. На компьютере вы что делаете? Может, два-три часа выполняете одну и ту же задачу. И поэтому приложение совсем другую функцию выполняет. Когда мы думали о планшетах, мы запустили приложение для iPad. Одна из интересных и важных вещей – это информация, что на обычном компьютере люди используют линк в период рабочего времени от 8 утра до 6 вечера. То есть, вот так поднялось использование, потом прошло рабочий день и опустилось. Кто использует iPad, использует линк совершенно по-другому. Люди начинают использовать его в 6 утра, до где-то 8 часа утра. Вот такой график. Потом в течение рабочего дня опускается, и потом опять, начиная с 7-8 часов вечера, опять поднимается вверх. И до ночи совершенно другой опыт. Большинство людей, которые имеют планшет, они используют его с утра, потом просыпаются, когда просыпаются, а потом снова вечером, когда уже поужинал, сидишь на диване и смотришь, что произошло в течение дня. То вот мы получили такую информацию. Мы поняли, что, когда мы разрабатываем приложение для линка для планшета, совершенно другое, и мобильное совершенно другое должно быть приложение. Мы интегрировали календарь, ваш календарь с планшета в приложение LinkedIn. Потому что, когда утром, что вы делаете, вы хотите посмотреть, какие у вас встречи, с кем вы будете сегодня общаться, какие диалоги вы будете вести. И когда мы интегрируем данные из линка в ваш календарь, вы увидите, с кем вы встречаете, что они профессионально уже сделали, чего достигли. У вас уже есть начало профессионального разговора, вы уже с ними познакомились. Также мы интегрируем контент из группы LinkedIn для того, чтобы легко можно было движением пальца прочитать все новости. Вы хотите увидеть вечером дневные новости, что произошло. Какие там дискуссии возникли. То есть вам нужно этот контент у себя обновить. И те люди, которые используют линк на планшете, на мобильных устройствах, они совершенно по-другому его используют, чем на обычных компьютерах. И мы вот эти идеи, их использование воплотили в наше приложение. Теперь, может быть, давайте вы задайте вопросы по стратегии, по истории. Вот все, что вы только что услышали, можете спрашивать. Пользуйтесь, пожалуйста, микрофонами. Разводите их снова такие. Вопрос мне такой. Или короткие комментарии. Замечательные мысли вы изложили до восьми утра и потом с шести вечера, как используют люди в планшете. Расскажите что-нибудь подобное по поводу... Как вы вот эти идеи все внедряете в продукты, которые вы... Другие продукты, которые вы сейчас разрабатываете, каким образом вы такие вещи используете, приложения для мобильных телефонов или планшетов, вот другие продукты, которые вы модифицируете под планшеты телефонов. Еще одна вещь, которую мы использовали, вернее, не так. Мы здесь не запустим, но вы можете себе представить, как это используют. 225 миллионов специалистов объединились в линке. Каждые 5 секунд присоединяются люди, и из них большая часть за пределами Америки. И большая часть из них уже долго работают. 10, 20 лет, 30 лет. Много рабочей истории у многих людей. И, скажем так, вы будете заканчивать университет, будете иметь какую-то степень, 2 года поработаете, и потом захотите стать финансовым директором компании. Что мне нужно делать дальше? Куда идти? Снова университет поступать, MBA получать? Или поработать в большой бухгалтерской ферме? Или перейти в корпоративные финансы, в банк? Все варианты вам доступны. Но какой выбор самый лучший? Как узнать? Вы можете представить себе, что линкм сможет помочь вам просчитать вашу историю. Вы можете ввести финансовый директор в Киеве. И вы увидите дорогу, которую люди уже прошли. И 60%, например, вы увидите, что они работали в корпоративных финансовых отделах. 30% имеют MBA. И 10% еще что-то сделали. И вы можете выбирать между двумя путями. Вы можете пойти на шаг дальше. Может быть, у вас есть контакты общие с этими людьми. И вы им напишите и скажете, можно с вами поговорить, узнать о вашем карьерном пути, как вы принимали решение, что делать, и как вы добрались сюда, где находитесь. То есть сила сети позволяет вам достичь людей, принять решения, лучшие решения коллективно. И таким образом, LinkedIn поможет вам принимать решения на всю жизнь. Это не только решения по продукту, но и решения на жизнь, но и профессиональные. Вопросы еще есть? Или мы пойдем дальше? Меня зовут Денис. Я хочу задать вопрос. Типу, вы недавно обновили, объявили, что LinkedIn, она из самых быстрорастущих компаний в мире. Мои поздравления на вопрос такой. Ваши планы, ну, я не знаю, на будущее. Какие дополнительные части финишеры в программу вы ведете для того, чтобы оставаться на первом месте. Особенности кем ведете. Да, вы знаете, списки, это здорово, и нам нравится быть номер один в этих списках, но наш фокус, это наши участники, в наших сетях мы хотим их обрадовать. Когда мы будем делать с юзеров счастливыми, тогда они останутся и никуда не перейдут. Если разойдутся, ни в какой список не попадешь. Так что попасть в список наверх, это замечательно, не попадешь, тоже замечательно, потому что главное обеспечивать счастье ваших участников, что касается определенных характеристик, фичеров, то мобильные приложения, а также контент и отбор контента. Мы 2-3 часа можем искать правильный контент. Нам очень много информации нужно получать для того, чтобы держаться на вершине своих возможностей. Но если мы не сделаем свою работу хорошо, то Google эту работу за нас сделает. И поэтому мы помогаем людям найти профессиональный контент, чтобы 20-30 минут каждое утро вы могли уделить и получить самую лучшую информацию, которая перейдет вас к успеху. Так что вот это два направления, в которых мы развиваемся в данный момент. Есть ли у вас какие-то планы по поводу, может быть, интеграция видео в вашей системе, Skype или что-то похожее? Да, здесь я не буду обновлять, объявлять, что у нас, но в наших продуктах будет. Но мы делаем все интересные вещи, которые профессионалам нужны от нас. И в какой-то момент они попадут у того вопроса, который я хочу сказать. Кто смотрит на Линк чаще, чем на Facebook? Кто? Надо что-то исправлять по этому поводу. Люди подходят чаще на Facebook. Следующая тема. Силиконовая Талина, что делает ее такой успешной по организации, такие компании, которые становятся мировыми лидерами, конкретно какие другие территории могут достичь подобного успеха. И еще один пункт. Стэнфорд, университет, что университет может сделать для студентов, для того, чтобы студенты становились предпринимателями, чтобы продвигать этот предпринимательский дух. Но что касается успеха Силиконовой долины, то очень много исследований ученые проводили, почему информационные технологии так развиваются там и так далее. И всегда, конечно, ученые могут найти дыры в том, что исследования показывают, но мое мнение такое. Во-первых, есть сырье. Интеллектуальный капитал. И чаще всего интеллектуальный капитал производится в университетах или находится в университетах. У нас есть университет Калифорнии, Беркли, есть Стэнфордский университет. И по всей Калифорнии. Университет Калифорнийский имеет очень много разных учебных площадок, так что много выпускников, которые имеют технические знания. Они поступают в эти компании, работают так, что, во-первых, есть интеллектуальный капитал, второе, финансовый капитал. В 50-х годах был такой человек, который сделал первое капитальное инвестирование в Силиконовой долине. И начиная с тех моментов, хотя это был первый случай венчурного капитала, инвестирование в Соединенных Штатах. И оттуда начался весь... Нужно, чтобы у предпринимателей был силеной капитал. Нужно с чего-то бизнес начинать. Третий, что касается Силиконовой долины, это успех празднуется. Вы знаете, Лэри Пейджи, тот, который организовал Google, Мэн Закерман, который организовал Facebook, Марк Закерман и люди, которые имеют неудачу. Их тоже празднуют. Неудача – это вообще неплохо, это хорошо, неудача. Силиконовое долине неудача – значит, что вы научились чему-то новому. Я организовал свою компанию в 89-м году и в 99-м году я запустил свою компанию. Три года работали. И в 2001-м, после 9 сентября, 11 сентября, компания была закрыта. Хотя многие меня похвалили. Ты молодец, три года продержался. И хотя трудное время пришло, ты научился много за три года. Кстати, три года больше, чем за предыдущие 15. Так что я приношу свои неудачи и успехи следующему своему работодателю. Это очень важно. Думать, что неудача – это только способ отложенного успеха. Это очень важно. Когда думаешь об этих вещах в других частях мира, я обнаруживаю, что доступ к капиталу ограничен. Венчурный капитал не доступен так легко. Некоторые культуры неудачу не празднуют как отложенный успех. Так, как это делается в Силиконовой Аталине, что касается университетов. Довольно прогрессивный университет в своем мышлении. И многие компании были организованы профессорами Стэнфорда. Стэнфорд делает, что он имеет особую политику. Что касается года, который называется «соббатикал», то есть время, когда преподаватели практикуются, уезжают на стажировки, или работают над своими разработками. Также патенты, интеллектуальное право, интеллектуальная собственность. То есть идея, которая была разработана как первый сервер в университете Стэнфорд. И Стэнфорд имел долю в компании, но они сделали легким для Лерри, для Сергея организовать свою компанию, иметь большую долю. То есть они поддерживали, не держали за свою часть, поддерживали инновации, чтобы предприниматели видели плоды своего труда, чтобы они участвовали в успехе своей компании. Университеты используют свою землю, свои лаборатории, помещения, но не отдают возможность студентам. И, собственно, студентам больше не налагают лабу на все остальное потом, что произведется. Это важно. То есть когда есть страсть, есть желание, можно делать резко, но нет страха неудачи. Это очень важно. И третье, чтобы были богаты друзья, это очень важно, чтобы были богаты друзья. Но по поводу риска это очень важно. Знаю, что есть разница между разумным и неразумным риском. Я могу продвигать разумный риск. Что это такое? Если вы изучаете математику, вы можете просчитать ожидаемую ценность того продукта, который вы производите. Разумный риск – это когда преимущества намного больше, чем недостатки. Когда вы становитесь успешными, вы имеете действительно возможность стичь успеха. Неудача будет не настолько страшная. А если преимуществ в три раза больше, чем недостатки, то это разумный риск, который стоит на себя брать. Вы также говорите о страсти продуктов к идее. То есть человек должен быть убежден, что это что-то замечательное. Расскажите об этом больше. Вы знаете, многие люди, которые переходят в бизнес, они пытаются этим заработать деньги. Ну да, бизнесом можно заработать деньги. Но каждая массивно успешная компания, которая, я знаю, была организована человеком, который делал это не просто, чтобы денег заработать, а их первая мотивация была совсем другая. Первая мотивация была, это мы понимаем, как можно изменить жизнь в лучшую сторону. Серьезно изменить положение вещей, которое было в тот момент. И вот этот подарок они хотели подарить миру, страстно хотели. И они боролись над преодолением этой проблемы. И они действительно вели массивную инновацию в результате своей страсти. Компании стали успешными и чего-то достигли. Например, Илон Моск, который организовал, он был раньше, был основателем PayPal'а, и SpaceX компания организовала, которая коммерческое исследование компаса, если послушать его истории, интервью. Он всегда был анализован в коммерческом исследовании космоса в 90-е годы, когда никто не считал, что это возможно коммерчески исследовать космос. И он свои доходы из PayPal'а тоже вложил туда. Но что считает, что можно таким образом, он можно достичь успеха, а также очень много денег вложил в электромобили и в компании Tesla. И ни та, ни другая сегодня прибыль не приносит. Но мир продвинулся в космос, непилотируемые объекты, беспилотные объекты в космос заходят намного чаще и дешевле. И машины, электромобили становятся более распространенными. Это замечательные продукты, которые когда-то заработают много денег и покажут им прибыльность. Сегодня уже показали правоту, потому что он к этому стремится, он действительно верит, что эти две вещи, они необходимы. Вот насколько важно, чтобы технология, которую вводит предприниматель, идейный автор, он должен верить в идею полностью, вкладывать время, средства в нее. Google и Facebook основатели тоже верили, что они могут изменить мир. Когда действительно миссия Google это организовать информацию в мире, чтобы сделать ее более успешной производительной. И Ларис и Сергей действительно верили, что они могут организовать всю информацию, которая во всем мире. Это вообще колоссальная вещь, потому что за последний год мы создали вместе с вами, как человечество, столько же цифрового контента, которое было создано во всю историю человечества. До нас тысячи, тысячи лет контента были созданы за последний год. И мы каждый год свой коррект удваиваем. И иметь такую колоссальную цель, миссию, что мы будем эту информацию всю организовывать, не просто организовывать, а сделать ее доступной и полезной, чтобы мы могли открыть свое мобильное устройство, ввести любое слово, и вам скажут конкретный результат поиска, правильный результат, то, что вы ищете за миллисекунды, дать вам эту информацию. Это колоссально. И Google сейчас самая большая компания в мире, потому что сотни тысяч, миллионы серверов работают над этой простой задачей найти вам правильный ответ на вашу. Они стали очень богатыми в достижении этой цели. Коммерческая ценность значительная, но мое чувство такое, что даже если бы они не имели такого финансового успеха, они все равно боролись бы за эту цель. Google Glass, например, и автомобиль, который изобрел Google, вы не знаете, какая коммерческая ценность этих продуктов, но основатели действительно верят, что эти инновации важны, что они будут продвигать человечество на новый уровень. То, что мы знаем о мире, будет продвигаться, и за этими идеями миллионы долларов инвестиций. Так что я согласен с Дипом. Мы создаем много царевого контента, мой личный опыт. Мои дети на Фейсбуке выкладывают столько текстов, столько фотографий, сколько видео, что действительно информация умножается в мире. Следующий вопрос. Кто знает среднее количество тех сообщений, которые подростки посылают в день? Кто, угадайте, сколько подростки в среднем услождают? Среднее количество смс-ок или текстовых сообщений, которые подростки отправляют за день? Ну, от этого компания, конечно, телефонная умрет. Восемь в среднем. Пятьсот. Еще. Идея. Сто. Сто сообщений, сто смс-ок. Средний подросток отправляет за месяц. За месяц. Сто в день. Это. Десять каждую часть. Десять каждую часть, да. Это еще и... А есть ли еще в школе учиться при этом? Вот. Интересный вопрос, да. Я заметил. У кого-то еще есть вопросы? Так вот. Я заметил. Вы сказали, что основатели Сергея, Лерри, они родились в Украине. Твиттер. Многие компании были организованы людьми, очень юными. Я думаю, молодость дает вам незнание того, что вы не знаете. Вот вы не знаете, что вы не знаете. И вы строите опыт. Вы находите 15 способов. С опытом вы находите 15 способов отказаться от идеи. Я знаю, потому что этот пробовал, и у того не получилось, и еще как-нибудь не получится. А молодой не знает, почему не получится. Он пробует, у него получается. Вот. Это замечательная вещь. Что происходит? Следующее происходит. Идеи, они не являются неправильными. Решения являются неправильными. Иногда. Вот это с компанией 99-го года. Время. Для той компании было 5-6 год. 2005-2006 год. Люди, которые эту же идею воплощали в 5-6 году, они стали очень успешными на рынке. То есть, время иногда недостаточное. То есть, идея проваливается, но иногда, не думаю, потому что идея плохая, потому что время не пришло. И еще вторая вещь. Сегодня молодые люди мотивируют сами себя. Они хотят узнать что-то новое. Они идут и узнают. Очень много мощностей вы можете в Корсере, в Юдасете проходить курсы. Можете все найти в интернете, как в Академику. Вот, вы можете JavaScript, iPhone и PHP делать. В мое время, в 80-е годы, только в университете можно было выучить, как программировать. Нужно было зарезервировать время в компьютерной лаборатории для того, чтобы потренироваться в программировании. Иначе не получится. Сейчас программу для iPhone или Android можно сделать за неделю. Сейчас намного проще становиться можно. Если есть мотивация, если есть драйв, можно пойти работать, учиться. Я согласен. Мы говорим о свихе с Телеконовой долины. Когда говорим о городах, каждый город должен найти свою нишу. Что вы видите, какие преимущества есть у Украины. Как Украина может использовать свои преимущества для будущего успеха. Это мой второй день в Украине. Если я вам расскажу свой опыт, вы послушаете, можете стрелять в меня, потому что вы знаете свою страну лучше. Но я работаю с украинскими коллегами. Я вижу, что образование, научно-техническое образование в Украине очень сильное. Во Львове, в Киеве у меня есть друзья, которые выпустили из этих университетов. Одни из самых лучших специалистов в мире. Поэтому этот фундамент очень важный. Я также считаю, что очень много технологий происходит в Украине. Создается, может быть, полтора миллиарда долларов за последний год. Только в IT-секторе было произведено. Это очень важно в Украине. И можно много еще чего интересного делать. Мы из аэропорта ехали, я смотрел на рекламу Покетбука. Это такая читалка, как Amazon Reader. Я вижу, что предприниматели в этом районе думают о том, как создавать продукты только для вашего рынка. Замечательные компании строятся, когда изучаете потребности вашего последнего пользователя, вашего клиента. И замечательно, что это происходит. Я вижу, что люди строят компании здесь для создания товаров, которые будут служить местному рынку. Это все замечательные признаки. И я уверен, что с продвижением сотрудничества бизнеса, академии, правительства, мы увидим много предпринимателей, которые, я вижу, верю, сидят в этом зале и вы организовываете компании. И Украина будет продвигаться в IT-мире, в Тихоинском мире. Некоторые люди думают, ну, такая идея для больших компаний замечательна. А вот мне, как в эту компанию попасть, что искать в этой компании, какую компанию искать. Может, я не сам предпринимателем буду, а вот в большой компании буду работать. Что мне делать? Первое, это много надо работать, много и замечательно. Вы можете быть лучшим студентом в вашем классе. Но вы всегда будете в компании других людей, которые лучше, чем вы. Иногда я был лучшим студентом в моем классе, потому что мне легко стать, и мне было легко стать интеллектуально ленивым, потому что все легко мне дается. Легко получить хорошую оценку на экзамене и не толкаешь себя достаточно далеко, не прилагающих усилий. И люди... Но в компании люди становятся лучше, чем вы. И вы тогда толкаете себя. Работает тяжело. Но в целом, становитесь лучше. Голд это ценный металл, потому что его немного. Но как и... Но золотой слиток, это просто камень. Но когда вы делаете из него драгоценности, это становится интересно. Но для того, чтобы сделать из золота что-то полезное, нужно сильно нагреть для большой температуры, а потом придать форму. Так вот, людей нужно нагреть до высокой температуры, и сформировать для того, чтобы они стали драгоценностями, успешными специалистами в своем деле. Второе, что я хочу предложить, это найдите компанию, которая очень-очень хорошо работает в той сфере, которая вас интересует. И причина для этого такая, когда вы в космическом корабле, вы не думаете, какое лучше кресло занять, потому что вы летите далеко, неважно, какое кресло в этом корабле вы займете. Так вот, попадите туда, в этот корабль, получите замечательный опыт в этой компании, потому что руководство компании достигает успеха, значит, вы много научитесь руководству и компании, которая быстро растет. Неважно, в каком уровне вы начнетесь, они будут вас продвигать, потому что им нужны хорошие люди, а вы уже рядом, если они дадут вам возможность попробовать разные вещи, вы получите много опыта за короткий период времени. Третье, есть другие люди рядом с вами, вы можете многому у них научиться, и когда вы организовываете свою компанию, где вы найдете друзей, коллег, а именно там, где вы работали раньше, там, где вам нравилось работать, и поэтому таким образом вы можете создать хорошую, качественную компанию. Я хочу похвастаться GlobalLogic. Вы сегодня встретитесь представителями GlobalLogic. У нас руководитель из Львова выглядит молодым, очень молодым, я не знаю, как он добрался такой высоты, но люди действительно работают над замечательными, поразительными вещами, приложениями для Google и Линка и так далее. Коммерческий перерыв закончен. Это рекламная пауза закончилась, теперь вопросы. Дайте нам, пожалуйста, некоторые идеи по поводу глобальных тенденций, которые вы видите, вот какие идеи будут наверху в ближайшие два-пять лет. Второй вопрос. Что направляет вас, мотивирует вас сейчас, и будет направлять вас в ближайшие, мотивировать вас в ближайшие несколько лет? Это самая такая поразительная вещь, над которой вы хотите работать, с которой вы хотите работать и так далее. Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Что касается глобальных трендов, которые я вижу, я не футурист. Я не зарабатываю тем, чтобы предсказывать будущее. Есть другие работы, другие люди, которые это делают, им, конечно, везет, потому что никто не проверяет их предсказания пять лет спустя. Так что, ну, я не такой, но вижу две замечательные вещи. Первое. Вы, может, читали в прессе интернет вещей. Это что означает, что больше и больше устройств, механизмов, аппаратов, которые вы используете каждый день, получают IP-адрес. Когда есть IP-адрес, вы можете поценить их к интернету. И у меня есть возможность, допустим, зайти в медиа-лабораторию MIT, и там мне показали люминар. Люминар такая вещь, которая берет все светильники, которые каждый работает от электричества, каждый... IP-и сделали, и вы можете подключить компьютер с своими фонарями, и вы можете ввести миллиард компьютеров, которые можно будет вместе с тобой общаться. Это замечательная большая шкала, но пример небольшой. Две недели назад я поехал на работу из дома, и через пару минут я... Традиционно, что нужно сделать? Развернуться домой, поехать, нажать нужные цифры, и снова в дорогу потерять 15 минут. А теперь у меня на телефоне есть такая программка. Я остановился на краю дороги и нажал клавишу «Включить сигнализацию дома», и теперь с сигнализацией я связываюсь через телефон. Поехал дальше. Термостаты определяют, есть ли в доме кто-то, определяют, кто именно в доме, и какая для этого человека комфортная температура. Определяется, какая температура будет в доме, и не надо ни на какие кнопки нажимать. Температура настраивается под вас. Все больше и больше устройств в нашей жизни пацанец через IP, и теперь работа идет в сторону, как облегчить, как идет жизнь более эффективно. И вторая большая тенденция касается больших данных. Как я сказал, до прошлого года мы собрали больше контента, создали больше контента, чем то, что было до этого. Терабайты, петабайты данных. И все, что мы делаем, может зарегистрироваться как данные. Данных есть континуум. Когда у вас есть сырые данные, нули, единицы, потом вы из этого получаете информацию, таблицы, графики, и смотрите на вещи, как стандартное откладение среди. Усредненные данные этих цифр, и вы просчитываете, и средний человек не знает, что такое, какая разница между медианой и усреднением. В компании все замечательно идет, но из 200 людей, которые обсудили этот товар, 50 сказали, я 100% за, те сказали, я 100% против. То есть, это усредненные данные, а может быть на нуле, а там большие отклонения в обе стороны. И тогда нужно эти данные совершенно по-другому использовать, если мы используем знания. Знания – это следующий этап. Если кто скажет, ваш продукт работает хорошо, но половина людей ненавидит его, а половина очень сильно любит, в среднем, вроде бы, нормальное значение, нулевое, но нужно совершенно другой подход использовать, и знания получать, инсайты. То, что это очень важно, когда улучшаются сущные пакеты, программы мы можем обучать машинам, мы можем переходить от данных до инсайтов очень быстро, и со всеми данными, которые создаются, мы можем видеть, что мы, как человеческая раса, можем идти вперед намного быстрее, чем в предыдущие сотни лет. Микрофон, пожалуйста. Моя личная мотивация, да, спасибо, что вы мне напомнили. Это действительно следующее. Когда начинаете в колледже, одна из самых первых вещей, нам нужно всем сказать, нам нужно работать, чтобы заработать на жизнь, потому что мы на стол что должны положить, семью прокормить. но в какой-то момент жизни, и будем надеяться для всех нас, мы доходим до момента, когда уже не должны зарабатывать на проживании, на то, чтобы изменять жизнь, и это очень важно. И я имею большую привилегию, и счастье, что я могу работать, чтобы изменять жизнь. За последние годы я работал в Google и в другой крупной компании. Там миссия – это положительную сторону изменять жизнь. Мы не строим игры для того, чтобы люди тратили жизнь пустую, и пирамиды, чтобы люди не теряли свои деньги. Я купил, что мы реально делаем на Лимке. Это мы соединяем талант и возможность. Это наша миссия. Для того, чтобы профессионалы действительно выполняли свои мечты, свои надежды, найти идеальную возможность, которая соединит их страсть, их работы. Это хорошая, положительная цель в Google – соединить мир, организовать мир информации и сделать эту информацию доступной любому человеку в любой точке мира. Даже если у них только маленькое устройство, телефон за 10 долларов, если он выходит в интернет, уже можно его использовать. Это выравнивает игровое поле. И специалисты в Африке, в Украине, в Силиконовой долине все имеют доступ в одно и то же время к одной и той же информации. Это цель компании. И я рад, что я работаю в компании, которая действительно меняет жизнь людей к лучшему. Это одна из моих причин, мотивации. Еще вопросы? По вашему мнению, какие качества должен человек иметь для того, чтобы достичь успеха в IT-технологиях? Спасибо. Вы говорите о квалификациях или о качествах? Мехические квалификации. Личные качества. Человеческие качества. Вопрос. Неважно, где вы работаете, вы должны работать очень тяжело. Второе, интеллектуальное любопытство. Вам должно быть любопытно, а что происходит еще? Потому что через наблюдение люди много чего познали. Самый лучший способ познания. И не обязательно все ошибки сделать самому. Можно учиться на чужих ошибках, как и на чужих успехах. Не просто наблюдением, но спрашивайте людей. Вот я увидел, вы сделали прекрасную квалификацию. Как у вас это получилось? Этот продукт был очень успешным. Как у вас это получилось? Как вы додумались о таком продукте? Люди рады поделиться. Люди счастливы помочь. Меньше желающих спросить, чем желающих ответить. Следующее, это успех. Успех приходит с большим трудом. Человек объяснил 1, 2, 3. Думаешь, я такое мог сделать. На самом деле намного тяжелее. Поэтому нужно быть очень уважительным. Успех у других. Успех действительно требует сил. Нужно оценивать положительно этот успех. И не важно, что я делаю. Автомеханик, я инженер. Мне нужны эти 3 вещи для успеха в моем деле. В любой профессии. Это был интересный вопрос по поводу кто проверяет Facebook реже или чаще, чем LinkedIn. Вы смотрите на Facebook как ваш конкурент или вы сотрудничаете. Может у вас какие-то проекты с Facebook есть. Можете пример привести, если у вас такое. А также, если они конкуренты. И если, согласно ваших данных, возможно ли работать только на профессиональной сети и не работать на Facebook? Мы профессионально им очень рады использовать Facebook. Люди, как правило, имеют 2 логина. Один на Facebook, другой на Линк. Используются совершенно для разных целей. Сейчас мы говорим о профессиональных вещах. Вы идёте на конференцию, говорите о профессиональных вещах. Это использование Линка. Когда вы на конференции дела, ну как 7, я. Вы тратите 10% времени на конференции с друзьями у друзьев. Но 90% у профессии и карьеры. Вот это задача Линка. Профессиональное общение. На выходных, когда встречаетесь с друзьями, общаетесь, вы будете говорить в основном о весёлых вещах. И 5-10% времени будете говорить, ну как дела на работе, в школе и так далее. Ну нормально. А Facebook для социальной жизни, для личных взаимодействий. А Линк больше для профессиональных взаимодействий. Поэтому я не вижу, как это взаимодействует. Ну да, Facebook, это один из больших клиентов продуктов Линка. Они многие продукты у нас приобретают. И это пример нашего сотрудничества. Сегодня я потерялся. Способ новый. Еще вопросы? Здравствуйте. Какое будущее Линк-тына? Еще раз повторите, пожалуйста. Какое будущее Линка? Линка. Яркое, яркое будущее. Очень яркое. Какие новые продукты, новые характеристики. Мы не говорим о продуктах раньше, чем они появятся на рынке. Но две вещи, о которых я уже говорил, на которых мы очень сфокусированы. Это мобильные продукты, потому что мобильная часть становится очень активной частью использования пользователями Линка. Несколько лет это было только 9%, сейчас 30% большой прыжок. И мы продолжаем вкладывать в планшеты и в телефоны, в программы для планшетов и телефонов. Затем контент. А контент, очень много контента создается во всем мире. А нам нужно правильный контент давать пользователям. И это тоже правильная подача контента, нужного контента. Это часть нашего будущего. Здравствуйте. Я, насколько я понимаю, вы инвестируете в какие-то проекты сами. Вы инвестор тоже, да? По вашему мнению. Когда проект, который вам нравится, вы его видите. Может, 100 тысяч долларов. Когда он вам должен принести прибыль? Через месяц, через год, через два года. Когда вы считаете, что проект вам должен деньги вернуть? Если я правильно понимаю вопрос, вы спрашиваете. Я ожидаю какой-то доход от моих инвестиций. Когда занимаешься вечерным инвестированием, за короткий период прибыль не хочешь взорвать, потому что вечерное инвестирование – это долгосрочная игра. Если вы понимаете инвестирование, есть эффект в портфеле. Есть одна-две компании в вашем портфеле, которая даст вам большой доход. 10, 20, 50 раз умножится ваше инвестирование. Пару компаний от одного до трех раз вернется в сумму денег. Есть компании, которые вам вернут, ну, ноль, ничего назад. И когда инвестируешь в компанию, беру категорию. Каждая компания должна умножиться в 20, 50 раз, но не получается. И сразу не угадаешь, какая будет самая прибыльная. Я по-другому подхожу к инвестировать. Я инвестирую свои деньги, я не беру инвестиции от других людей. Поэтому я очень много фокусируюсь на предпринимателей. И я инвестирую на этапе посева семян. Пару человек, которые имеют идею, может продать их продукты. Чаще не имеют ничего, есть только идея, о которой они думают. Я инвестирую. Если мне очень нравятся люди, я считаю, что у них есть страсть для продукта, который они разрабатывают, и терпение, потому что предпринимательство долгосрочно играется ко мне. Походит человек, через год, говорит, я продам эту компанию за 10 миллионов долларов. Вы заработаете свои деньги в 10 раз, и я 2 миллиона заработаю. Я говорю, план замечательный, я тебя люблю, но не хочу в свою компанию инвестировать. Я не хочу человека, который потом продает свою компанию. Мне хочется терпеливого человека, который будет вкладывать в себя и разумно вкладывать, потому что если первоначальный план не сработает, как они думали, то они должны уметь адаптироваться, учиться, и от неудачи это тоже очень важно. Многие люди используют здесь YouTube. YouTube используйте. YouTube. Кто из вас знает, что когда YouTube только был организован? Это был веб-сайт для видеосвиданий. Это где 2 человека встречались и общались через видео. Тот план не сработал, да, для основателей. Но они достаточно были умные, чтобы увидеть, что те видео, которые хорошо работали, которые все смотрели, и они изменили траекторию своей компании. Да, замечательно. Вот эта наша компания будет по-новому. Нужно быть достаточно умным для того, чтобы получать комментарии пользователей и адаптироваться. Я инвестирую только в людей, которых я знаю. Только так. Здравствуйте. Снова мой вопрос такой. Ваша компания, имеет ли она какую-то стратегию для того, чтобы привлекать людей для воплощения каких-то проектов? Или занимается ли компания? Как наша задача сделать наших специалистов, профессионалов более успешными в жизни. И поэтому в своей жизни люди выполняют много заданий, включая управление проектами. Поэтому если конкретно не стараться разрабатывать конкретные продукты, мы не делаем ничего такого. Но через три года, может быть, мы будем говорить, у нас будет управление проектами, будет решение. Я еще не знаю, что произойдет в будущем. Одна из вещей. Дам вопрос, я ей дам. У меня личный такой вопрос. Вы сказали раньше, что это Ваш второй день в Украине. Мне очень интересно, почему Вы решили приехать в наш университет, пообщаться с нами, а не с какими-то директорами компании какой-то бизнес-ланч провести. Замечательный вопрос. Типично, когда я приезжаю в новую страну, в новый город, я стараюсь две вещи сделать. Стараюсь заехать в университет, если у меня получается, и зайти в торговый центр. Две цели. Я получаю очень много полезной информации от этих студентов. Ты знаешь, какой страна будет через 10, 20, 30, 50 лет, потому что Вы – будущее этой страны. Вы сделаете страны то, что она будет собой являть в будущем. Я слушаю Ваши вопросы, вижу Ваши взаимодействия, спрашиваю, какие предметы Вы берете, общаюсь с Вашими профессорами, и представляю себе будущее Вашей страны. Я люблю думать, посещать страны интеллектуально любопытствую я. А еще мне интересно, какие продукты продаются в компаниях, в бейс-центрах. Мне интересно, что люди продают и покупают. Мне интересно увидеть все продукты, которые на рынке есть. Я об этом буду разговаривать в магазине мобильных телефонов. Какие телефоны Вы больше продаете? Больше Нокии или Самсунгу, или айфонов. Я не думаю, что у Вас айфон можно купить, хотя у всех айфонов. Это как получается? Айфоны в Украине купить невозможно. Можно официально купить айфон в Украине? И у всех айфонов не могут. Что за дело? Я спрашиваю, как это у Вас происходит? Потому что так, когда сидишь далеко, и все, что делаешь, смотришь на усредненные данные, реально вопросы не понимаешь. А вот через такое общение я начинаю узнавать новое... Я вообще в отпуске, но когда я иду в отпуск, я узнаю очень много. Это часть моего отпуска, познание чего-то нового. Я отсюда, где поедет на Крымский полуостров, там проведет пару дней. Кто считает, что нам нужно посетить бар караоке? Я был в таких барах, я вижу, что дамы не боятся петь, и Вы вот не боитесь задавать вопросы. Я караоке в Японии уже по программе выполнен. Не по-японски, правда, пел, но мы с Дипом говорили об организации новых компаний, о доступе к капиталу. Объем капитала, который нужен для организации компании, намного ниже сегодня. Программу для айфона можно за неделю сделать, и люди могут работать с небольшими затратами очень быстро. В первые дни до интернета, если нужно было запустить продукт, нужно был большой рынок, и штаты стали успешными, потому что если эта программа или машина на американском рынке, 300 миллионов людей, есть критичная масса для успеха до того, как выйти за границу, а в интернете через замок или скайп можно запустить отсюда, и есть глобальная аудитория сразу, и можно найти очень много пользователей за короткое время. То есть вот эти большие преимущества показывают, что сейчас меньше ограничений со стороны капитала, со стороны рынка, и возможностей больше. Да, я согласен по большой части, все зависит от того, какой продукт вы хотите запустить, какую компанию вы хотите запустить, не сказать, построить мобильную компанию, компанию мобильных приложений, можете сделать где угодно. Быть политикой к рынку и допускать, иметь доступ к рынку – это разные вещи. Например, в Шезам, где бы вы ни находились в мире, вы слушаете песни через радио, и во всем мире, и скайп тоже коммуникация – это базовая потребность людей. Ну, если скажем, покупки в магазине. Покупки в магазине в Китае совсем отлично. Китай от Америки, потому что у них там нет ни FedEx, ни DL, ни UPS, как это есть в Америке. Вам доставляют вручную, и обычно платишь по доставке. И часто люди должны увидеть продукт перед тем, как заплатить за него деньги. Ваша модель совершенно другой будет. Нельзя построить компанию, которая, Е-коммерция, достигнет весь мир, потому что в Китае и в Америке совершенно разные подходы. Если говорить о том, какие двигатели технологий будут наблюдаться в ближайшие несколько лет, или какие направления, например, большие данные облачные компьютеры будут дальше развиваться, потому что сейчас компании намного дешевле нужно, чтобы организовать компанию. Большой структуры не нужно. Какие-то использовать серверы Amazon Cloud или другие iCloud. Что касается HTML5, меня сегодня спрашивали в сравнении с NETIV. Мы спрашивали HTML5, смотрели на предыдущее поколение Линка, и мы увидели, что нельзя масштабировать систему так, как хочешь. В HTML5 мы перешли на NETIV. Я считаю, что в мобильном развитии программного обеспечения мы уходим от HTML5 в сторону NETIV. Об этом стоит тоже подумать. Еще один вопрос, который, я думаю, в этом утро прозвучало. Я хочу, чтобы мы еще раз ответили. Организовывают люди компанию, 2-3 человека. И когда через пару лет 300 человек работают, как это сделать, каким образом вложить в них правильные ценности, к их людей найти, чтобы компания росла. Это одно из мест, где, когда я инвестирую в компанию, и советую компаниям дальше, управление ростом, управление гиперростом, это очень трудная вещь. Одна из вещей. Мне повезло, что и в Google я был в команде 2003 года, когда меньше, чем 800 человек, меньше 1000. Когда я ушел из Google в 2009 году, было там 35 тысяч человек. На линке, когда я присоединялся, было 300 человек. Теперь у нас 4000 человек, 3700. Так что за последние 4,5 года мы тоже значительно выросли. И в обеих компаниях построение правильной культуры, правильной среды. С самого начала это очень сильная мотивация. Это когда у вас в семье есть ценности. И когда они есть, дети вырастают и понимают, что делать, в какой ситуации, потому что они вырастили в себе чувство принятия решений, как создать правильную культуру в компании. Это не то, что записать 5 главных ценностей компании. Директор запишет, основатель запишет, каждому вручит. Запомните, заучите, будет экзамен. Культура это не то. Культура это то, что мы живем, какой опыт имеем, что мы вкладываем в повседневную среду. И первые 20-30 сотрудников будут вашими культурными послами вашей компании. Действительно будут определять, какая будет ваша компания, станет ли она действительно успешной. Как будут работать 500 тысяч, 50 тысяч человек. Итак, первый комплект людей нужно нанять очень правильными. Это одна из самых трудных, важных вещей. Почему это трудно? Потому что когда вы маленькая компания, у вас маленький капитал и ваш продукт – успех. Вы думаете, что вы не можете нанять умных людей, потому что человек подумает, я не основатель чего, я туда пойду, в эту неизвестную компанию, я лучше пойду в крупную компанию и больше денег получу. Но предприниматели – это те, которые вам нужны. Умные люди, культурные люди, которые вам нужны, потому что они, эти 20-50% людей, будут нанимать следующее поколение работников вашей компании. Вы наймёте неправильных, они неправильных наймут. И это будет даже эффект умножения. Поэтому создать правильный фундамент – это очень трудно, но самая важная вещь. И для первых людей очень высоко поднимайте планку. Тогда они будут высоко поднимать для всех остальных. И таким образом вы сможете привлечь действительно калантливых, замечательных людей в компании. Эти компании будут культурно стабильными. Это будут компании, о которых люди будут писать. И 15 лет спустя даже у нас осталось 5 минут. Поэтому подумайте, какой вопрос задать Дипу, пока он здесь. А я задам пока ему вопрос, который меня беспокоит. Дип, что вы делаете в свободное время, какие хобби, что нравится делать. Такие книги недавно прочитали, что порекомендуете. Что мне нравится делать в свободное время? Выспаться, например, в свободное время. Когда я читаю, у меня разные интересы. Есть книги, которые я недавно прочитал, и я одну сейчас начинаю читать. У меня пора за этой книгу. Я сейчас читаю книгу, которая называется «Сигнал и Шум Нетс Сильвер». Он статистик, и он участвует в большой команде о работе данных. Он ездный человек, который правильно предсказал ответ, кто будет избран и президентом, и конгрессменом почти на 100%. Его предсказания сбылись при анализе всех данных. И он ездный, который не только предсказал количество голосов, он не только предсказал, что Обама будет переизбран, но он сказал, сколько из каждого штата он получит голосов. Он просто изучал все данные, и такому выводу пришел. Мне нравится наука о данных, и это меня поражает. Эта книга меня поражает. Еще одну я только недавно прочитал. Книга, которая называется «Сумма». Это короткие рассказы, которые описывают, как жизнь будет выглядеть после вашей смерти. Действительно. Она поменяла мою перспективу, мой взгляд на жизнь. Очень хорошо написана, так что рекомендую всем прочитать, если сможете. Одна из коротких историй я вам расскажу, которая поменяла мою точку зрения серьезно. Жизнь после смерти так же самая, как и жизнь сейчас. Только все вещи мы будем делать одним блоком. Например, мы прожили 80 лет. Я проживу 80 лет, например. Я проведу 12 лет. Спать буду. Представьте себе, просплю 12 лет подряд. Четыре года только душ. Три года буду смотреть. Из окна автобуса по дороге в университет. А не подряд. И так дальше. Понимаете идею, да? Будет сжато вместе. И вдруг понимаешь те вещи, которые больше всего нравятся. Проводить время с детьми. Посмеяться с друзьями. Проведи время с вашей половинкой. Небольшое. А время на неважные вещи слишком большое. И это меняет перспективу, как тратить время. Больше времени и проведите в смехе и в радости. Потому что нельзя тратить время на обиду, на грусть. А вдруг не будет времени на радость. Зачем тратить время на плохое, если можно подразить на хорошее. И с этой нотой я хотел бы передать слово аудитории для вопросов. Пожалуйста. Какие-то недели назад было объявлено, что есть глобальная программа, которая шпионит за всем миром в Штатах, за всем миром. Тюрьма называется. Как это делать? Делать LinkedIn. Если вы прочитаете наше польское соглашение, вы увидите, что мы не продаем никому данных. Глобальные веб-сайты. Мы очень четко защищаем приватные данные всех наших пользователей. Наша программа приватности основана на трех принципах. Прозрачность, ясность, последовательность и контроль. Наши правила ясны для всех. Не обязательно быть юристом, чтобы понимать то, что мы делаем. И делаем с вашими данными очень простые высказывания. Последовательность. Когда мы сказали, что мы так сделаем, мы так это будем делать долго. Мы не скажем сегодня так, а через три месяца передумаем. Мы будем последовательны и сосредоточены. Контроль означает, вы, пользователь, иметь конечный контроль передачи ваших данных кому-то другому. И шаги простые. Заходишь в настройки аккаунта приватность. И отмечайте то, что вам нужно. Что касается правительств. Помните, что все компании должны работать в рамках закона той страны, в которой они находятся. Если у нас есть офисы, присутствие в Украине, что украинский закон требует, мы должны выполнять, как бизнес, как все граждане Украины должны выполнять законы своей страны. То же самое в Штатах, в Великобритании, в Японии, в Индии, где бы мы ни работали, мы следуем местному закону. И мы это делаем, насколько нам юристы это позволяют и направляют нас. Осталось 5 минут, ребята, задавайте что-нибудь. 2 минуты осталось. Вот там вопрос. Если я пытаюсь реализовать свой стартап, и я ищу иностранные инвестиции, например, я бы не хотел инвестиции от украинских бизнесменов, какие шаги мне стоит предпринять, на что обращать внимание иностранных инвесторов, я не знаю достаточно о вашем бизнесе, чтобы давать ответ. Ну, хорошо, тогда дам такой устремленный ответ, какой-то решение. Это 2 года назад я получил имейл от предпринимателя в Дублине, в Ирландии. Там была записка спасибо, письмо спасибо. В Дублине. В Дублине. Немного венчурных компаний, венчурного инвестирования. Это не сердце предпринимательства в мире. Хотел бы называть компанию. Что он сделал? Пошел на линк и нашел 50-100 человек, которые могли бы быть теоретически заинтересованы в том деле, которое он пытался запустить. Всем написал, у него был аккаунт премиум, и он написал им всем письма, и он сказал, я хочу организовать компанию, вот такая идея, больших подробностей не давал, но если вы заинтересованы, я вам подпишу соглашение о конфиденциальности, если вы подпишете, тогда я скажу, что общий объем миллион евро, 25 тысяч минимальный вклад, и за 30 дней он нашел всю сумму. Я не знаю, чем он занимался, он предприниматель, но он нашел способ найти потенциальных инвесторов, подошел к каждому из них творчески, четко сформулировал мысль, и нашел решение, вот так вы через линк можете искать потенциальных инвесторов в Украине по всему миру. Спасибо. Ну, а иногда нужно запускать компанию, и тогда присоединятся другие есть регуляторная модель в Америке, которая позволяет там, но не позволяет здесь. Все.